Добрый день, я являюсь специалистом-нефрологом и сегодня я вам хочу сказать, обратить ваше внимание на такое серьезное заболевание, как гломеронефрит Прежде чем, чтобы вы поняли, что такое гломеронефрит, необходимо сказать, что основной структурной единицей в почках у нас является это нефрон То есть нефрон представляет собой это грибочек или сеть, капиллярная сеть, где происходит фильтрация крови, очищение от ненужных для организма человека токсических веществ Так вот, гломеронефриты, это группа заболеваний, имеет различные формы, которые именно нарушают деятельность этого фильтра в наших почках Основными симптомами данного заболевания, которые вы можете заподозрить у себя в первую очередь, это повышение артериального давления Это появление отеков, это изменение цвета мочи Поэтому необходимо на эти симптомы обратить внимание, но в большинстве случаев эти симптомы может человек не заметить И поэтому придется необходимо каждому подумать, нет ли патологии почки или изменения функции почек Для этого вам необходимо всего лишь сдать общий анализ крови, сдать биохимический анализ крови на определение креатинина И сдать общий анализ мочи, по которым ваш специалист, участковый врач может подсказать вам, что все-таки имеется проблема с почками и подозрения на гломеронефрит Конечно, гломеронефрит это серьезно еще раз подчеркну прогрессирующее заболевание, которое в дальнейшем может привести к такому финальной стадии При прогрессировании до тяжелой терминальной хронической почвенной недостаточности, когда пациент уже будет вынужден получать эту заместительную почвенную терапию При своевременном объявлении необходимо, конечно, получить определенные рекомендации и особенно получить назначение по лекарственным средствам На сегодняшний день данные пациенты практически обеспечены всеми теми необходимыми лекарственными препаратами, которые при получении, при своевременном назначении могут предупредить прогрессирование данного заболевания Если все-таки вам диагностировали данное серьезное заболевание как гломеронефрит, то вам требуется назначение определенных серьезных специфических препаратов, которые назначает только доктор И только доктор может изменять схему лечения, уменьшать до полной отмены В связи с этим, конечно, эти препараты необходимо вам получить Они, конечно, в первую очередь назначаются на уровне стационара, но в последующем в поликлинике данные препараты вам обеспечат И, кстати, обеспечение препаратов гарантировано, в полном объеме, бесплатно Поэтому, конечно, с вашей стороны необходимо соблюдение всех рекомендаций, исполнение рекомендаций, своевременный прием, точные дозы Конечно, хочу сказать о профилактике данного заболевания Вы знаете, существует и первичная профилактика, когда необходимо действительно с детства проводить закаливание организма Так как переохлаждение является одним из частых провоцирующих факторов данного заболевания Конечно, есть заболевания, гламированные фриты, связанные с другими основными заболеваниями При которых требуется лечение основного заболевания И все-таки надо отметить, что вирусы и бактерии, как я уже сказал, являются первопричинами запуска такого аутоиммунного воспаления Поэтому в связи с этим необходимо своевременное лечение очагов инфекции В частности, инфекции связаны с ротоглоточной частью Поэтому, конечно, я вам желаю здоровья, берегите свои почки И своевременно обращайтесь к врачу, чтобы определить состояние ваших почек Спасибо за внимание!